Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться с изменением у моего сына Бостона. Сегодня 10 апреля, вот мы уже знакомы с Давидом около полтора года. В предыдущем видеоотчёт рассказывала, как он изменился за один год. А сейчас хочу рассказать, как он изменился за два месяца. В 19-м году у нас с Давидом было только два сеанса. В январе и феврале. До сегодняшнего дня у нас ещё не было сеанса, но ребёнок всё равно меняется каждый день. На сегодняшний день он очень много уже начал говорить. И тогда я говорила, что он начал много говорить. Начал говорить свои желания в еде, в одежде, там, куда он хочет гулять, с кем он хочет гулять. Вот, в еде он начал говорить, ну, какую кашу он, например, хочет утром, да, или там в обед что он хочет, суп на второе, что он хочет. В общем, он начал всё вот это говорить, что он именно хочет. Ещё он начал говорить, кстати, раньше у нас была такая проблема, что новые вещи мы не могли ему одеть вообще категорически. Мы ему насильно одевали новые вещи. Он вообще не хотел одевать их истериками. Вот насильно мы одевали просто, и всё. А на сегодняшний день, когда мы покупаем ему новые вещи, он с удовольствием его одевает. Одевает ещё, бежит в зеркало и смотрит, как ему эта новая вещь вообще смотрит. И в следующий раз, когда идём гулять или куда-нибудь идём, он просит эту новую вещь. Мама, можно там чёрные ботинки или там кроссовки, или, ну, как бы, начал говорить свои желания, как бы, нравится ему это всё. Начал говорить, куда он хочет гулять идти, например, в парк, или просто на площадку, там, или на самокате хочет кататься. Ну, как бы, уже начал говорить, с ним проще стало, как бы, и гулять даже проще стало, потому что, ну, он уже говорит свои желания. Вот, на самокате раньше не умел кататься, сейчас катается, ещё детей подкатывает, ну, тоже катает вместе с собой. Ещё мы сейчас учимся кататься на роликах. Ну, к сожалению, мы не можем сейчас найти тренера, который, ну, буду научить, но мы вот ищем в поисках тренера, чтобы научить его, чтобы научили его покататься на роликах. Вот. Что ещё у нас? У нас ещё, а, он начал, кстати, да, он ещё начал говорить про свои боли, что у него болит, живот болит там, нога болит, на днях тоже ходили на новых кроссовках и натерла мозоли. И он говорит, мама, болит нога. Я говорю, как болит? И он мне показывает, но я смотрю, там покраснела там, натерка была. Раньше он об этом не говорил, даже если какая-нибудь царапина или где-нибудь, какая-нибудь эта, я ему у него спрашивала, что болит, нет, он просто молчал там, помычал, ну, просто, как бы, даже внимания даже не обращал. Ну, вот, такие у нас изменения. Чудо, каждый день у нас новое чудо, как бы, начал говорить, что, какие-то вот, рассказывать какие-то, что он видел, например, на занятиях, что они, чем они занимались, например, начал говорить. Еще он начал говорить, вот, вчера, он утром встал и говорит, мама, волосы стричь, ну, хочет постричься. Я говорю, хорошо, ты хочешь. Раньше у нас визит к парикмархеру, мы практически очень редко, ну, стриглись в парикмархерской, потому что это всегда заканчивалось истериками, и мастера отказывались. И вот, предыдущий раз тоже мы ходили, он сидел спокойно, вообще, мастер тоже удивился, как он вообще спокойно сидит и вообще, как он так изменился. Вот, и вчера вот, буквально вчера попросился, чтобы ему постригли волосы. Ну, я позвонила мастеру, записались сегодня, сегодня с утра он встал, говорит, мама, стричься пойдем. Ну, пошли, сел, и он еще сказал свое желание, именно какую стрижку он хочет. Он говорит, модную, модную с челкой. И вот так мы его постригли. Сидел спокойно. Там еще поставили настольные игры, там, бильярд и футбол, ну, футбольную какую-то, ну, настольную игру поставили. Он там не игрался, никаких звуков он не боялся. Например, он раньше боялся фена. Он вообще уши закрывал, начинал истерить. А сегодня вообще и фены работали, и мастера работали. Он вообще спокойно с ними как бы сидел, ну, когда стригли, и потом еще поиграл. Ему еще причина, ну, стрижка понравилась. Он пошел, спустился с кресла, пошел на другой зеркал, посмотрел на себя. Это вообще здорово. Я вообще в шоке. Еще хочу сказать, что на занятиях преподавательница очень довольна. Она вот на днях, ну, мы ведем его по очереди, а вот если я на работе, там, родственники ведут, да, как бы многое время, долгое время у меня не было с ним вместе, на работе постоянно, когда его дни и занятия, я бывала на работе. Вот она написала мне, когда я буду с ним вместе, приду. Вот на днях я пришла, и она мне говорит, это просто чудо какое-то. Я вообще, короче, даже не могу сказать, что он аутист вообще. Он день за днем меняется, говорит, просто. Он уже и читать научился, все задания выполняет самостоятельно. Он даже, оказывается, начал выполнять задания лучше, чем обычные дети. Она просто в шоке. Она говорит, уже два года дети ходят, ну, обычные дети. Вот даешь задания, они очень долго думают, говорит. А вот Бостон, говорит, ну, вот скажешь вот так сделать, и все, он уже сразу начинает, и быстро. Он очень быстро, говорит, ну, занимался, ну, выполняет эти задания. И вот я немножко сняла, как бы там, как он занимается. Вот посмотрите в ниже. Там я еще вышлю этот видеоролик. Вот так что я очень довольна тоже с ним. В этом году мы, ну, как бы, как сказать, болели мало. Но не то, что мало, слава богу, что мы вообще не болели. Один раз только у нас вирусная инфекция была. Вот, как говорится, вот аутисты, если вирусная инфекция болеет, у них обратный процесс идет. Как бы, да, вот у нас один раз только было, но ребенок активно вот сейчас развивается. И не очень, я очень довольна им. И еще вот хочу сказать, вот недавно, недели две-три там назад, это у него раньше было такие, как бы, привычки, может быть, я не знаю, руками махал, там, игрушки в ряд выстраивал, там, по краю стола глазами вот так, ну, проводил там, ходил с ними. И буквально три недели там назад опять начал. Ну, когда вот эти исчезли, я не помню уже. Это вот до знакомства Давида у нас такие игры постоянно, у него такие привычки были. Вот я не помню, когда они исчезли. Вот опять недавно они как бы появились. И как раз в то время Давид тоже заболел и сеансы не проводил. Потом я думаю, как же теперь быть у него опять все вот это начинается. Ну, начала переживать, а потом думаю, давай я с ним лучше поговорю и скажу, что так нельзя. И вот начал бегать и руками машет, так, как бы. Я говорю, Бостон, ты что делаешь? Руками машет? Ты же, как это, говорю, ты же мальчик, ты зачем это делаешь? Вот так на меня посмотрел, хорошо, говорит. И смотрю опять, через несколько часов опять. Бостон, ты что это? Опять руками машешь? Он так раз остановился, ну, типа, как бы, что это я делаю? И дальше играет. На следующий день смотрю, он уже так, ну, потом уже все. А игрушки в ряд, еще дня три-четыре, по-моему, так поиграл. Тоже вот по углам вот на столе, короче, вот так глазами проводил. Ну, проводил. Потом я ему тоже несколько заданий, ну, замечаний сделал. И он, короче, перестал. Все. Все, ребенок забыл про эти, как бы, привычки. Все. Ну, как бы, все вот эти, он понимает все уже, понимает все конкретно. Вот я, например, сижу в кухне и говорю, Бостон, иди в комнату, в шкафу с правой стороны, ну, и на полке, на третьей полке стоит там твоя, там, белая футболка. Иди, переодевайся. И он идет, находит это все и переодевается. Ну, как бы, ему вот такие даже сложные задания, ну, объяснять легче, ну, понимает уже, все понимает. Я объяснять тоже легче стала. Вот гуляем тоже, куда-то едем вообще легко. Раньше я все время в напряжении, вот куда-то мы едем, когда же у него начнется истерика. Я все время переживала, волновалась. А сейчас спокойно. Он едет на транспорте спокойно. Если мест нет, он стоит и спокойно даже забывает, что надо садиться. Вот, поэтому я хочу сказать огромное спасибо Давиду. Хочу сказать Есефе отдельное спасибо за сказку, которую вот с удовольствием каждый день слушает. И после этого он начал смотреть другие сказки, тоже слушать начал. И каждый раз вечером он просит эту сказку слушать. Ну, сейчас немножко ему эти сказки надоели, но сейчас он уже другие сказки начал смотреть. Но раньше, когда я ему хотела рассказать сказку или там поставить с интернета, он уши закрывал и отказывался. Но после вот этих сказок, двух сказок, Есефе, которые рассказывал, он с удовольствием, он даже просит мама сказку и выучил песенку про колобок. Он все время поет про этот колобок, песенку. Ну, так интересно и так вообще я очень довольна. В этом году я очень довольна. И да, кстати, вот мы к стоматологу ходили на днях. У него, ну, зубы меняются, молочные зубы, и начались воспаляться десна. Мы к врачу пошли, и он начал как бы стереть. Да, мама, не больно, не больно. Ну, как бы мне не больно, не надо мне доктор. Как бы я врачу говорю. Вы на него внимания не обращайте. Ну, он немножко особенный ребенок, аутист. Как бы врач мне говорит, какой аутист? Он говорит, что ему больно, не больно. Врача не надо. Зачем вы накручиваете обычный нормальный ребенок? Вы не видели аутиста? Он говорит, он не аутист, он у вас нормальный. Ну, он немножко поистерил, конечно, но показал, все спокойно, нормально. Посидел и как бы даже попрощался с доктором, когда уходил. Спасибо, сказал и попрощался. Так что я могу, хочу сказать, у нас каждый день, день за днем, все чудо и чудо творится с нами. Я очень доволена. Еще раз хочу сказать Давиду спасибо огромное за все, за все. Вот. Так хочу еще сказать, что он начал читать. Читать, очень хорошо читает. И преподавательница тоже, она говорит, что очень хорошо, вот такой прорыв, говорит, хороший. Я хотела, ну, снять тоже ее, как бы, комментарии, да, как он меняется. Ну, она немножко постеснялась, она просила, чтобы она подготовилась, ну, чтобы она подготовилась, как бы. Ну, надеюсь, что у нас получится снять ее комментарии, как о Бостоне, да, как он меняется. Если получится, я обязательно сниму и тоже выложу. Так что всем спасибо, мамочкам терпение. Так что чудо всегда будет. Ждите, надейтесь и занимайтесь со своими детьми. Это обязательно будет. Всем спасибо. Всем пока.